Друзья, всем привет, вы на канале Болезлов Лайф. Существует множество случаев похищения людей инопланетянами. Контактерами становятся как взрослые, так и дети. Можно с известной долей скепсиса относиться к рассказам взрослых, но дети вряд ли способны обмануть множество экспертов, ученых и исследователей. Случай, о котором я хочу рассказать, стоит немного особняком от подобных историй и рассказов. Дело в том, что этих детей было сразу четверо, и пробыли они на борту НЛО не час и не два, а целых трое суток. И так это случилось в Аргентине в 1992 году. Как сказал впоследствии Родерига Ортис, изучив все обстоятельства похищения, следователь по особым делам из полицейского участка в Конкорде. Взрослые лгут, подростки лгут, но дети так лгать не могут. Судя по всему, они в самом деле провели некоторое время на борту космического корабля. Они действительно летали в космос и осматривали достопримечательности, как это делают обычные туристы. Пресса тех дней называла имена детей. Мария Малеро, 8 лет, ее сестра, 6-летняя Эмма, и два брата, 5-летний Хорхе и Карлос, которому едва исполнилось 3 года. Старшая из детей Мария сказала своим братьям и сестричке, что это Бог забирает их на небо. Он, кого бы не понимать под словом «он», стоял за приборной доской корабля и управлял им. Судя по рассказам детей, а также взрослых очевидцев произошедшего, которых оказалось не менее шести, НЛО представлял собой тарелку диаметром около 25 метров. 9 августа 1992 года тарелка опустилась, направила на детей мощный луч голубоватого света и как бы втянула малышей этим лучом внутрь корабля. «Большой золотистый корабль забрал нас вверх, в небо, и кораблем правил сам Бог», рассказывала впоследствии Мария Малеро. «Это был очень хороший Бог, и Он сказал нам, чтобы мы называли его Лайар. Он показывал нам Луну и звезды». Другие дети подтвердили рассказ сестры и признались, что испугались, но совсем чуть-чуть. Хорхе уточнял, что тот, кто их увез, проделывал с ними какие-то странные вещи. Он ковырнул каждому из нас лицо какой-то маленькой палочкой и ткнул туда иголкой. Но это было совсем не больно. Эмма добавила, «А мне понравились спальни на корабле, потому что все постели были такие мягкие и высокие и пушистые». Ну и самый маленький Карлос был в восторге от того, что там был миллион кнопок и огоньков, а у того человека была большая голова и два больших желтых глаза. Но он был не страшный, а смешной. Так что же все-таки происходило в течение трех дней на борту НЛО. Ясно, что дети подвергались какому-то медицинскому обследованию. Об этом говорили следы от иглы и отметины на щеках. Пресса сообщала, что НЛО был зафиксирован радаром в день, когда дети исчезли, и в ту ночь, когда они возвратились. Военные этого не опровергали, но и не подтверждали. «Мы ведем расследование, и его результаты будут обнародованы», сказал представитель военных. «Сейчас мы продолжаем опрашивать детей и надеемся, что вскоре у нас будет какая-то более надежная информация». Происшествие в итоге тихо замяли. Больше о нем ничего не сообщалось. Возможно, военным удалось получить более точную информацию об этом удивительном путешествии. Однако нам об этом до сих пор ничего не известно. Когда-нибудь факты об этом и других подобных случаях похищения людей инопланетянами будут рассекречены и официально обнародованы, но не ранее, чем ученый мир признает существование инопланетной высокоразвитой жизни. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!